Крамола Качество русских солдат глазами немецкого генерала Практика показывает, что в мемуарах достаточно трудно найти реальную характеристику, даваемую своему противнику. В этом отношении книга генерал-майора танковых войск вермахта Мелентина, который принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, является исключением. В ней одной из немногих дается объективная и полная характеристика воинам Красной Армии. Психология русского солдата Можно почти с уверенностью сказать, что ни один культурный житель Запада никогда не поймет характера и души русских. Знание русского характера может послужить ключом к пониманию боевых качеств русского солдата, его преимуществ и методов его борьбы на поле боя. Стойкость и душевный склад бойца всегда были первостепенными факторами в войне и нередко по своему значению оказывались важнее, чем численность и вооружение войск. Это давно известное положение было справедливо и для Второй мировой войны. Я думаю, что оно будет сохранять свою силу и в будущем. Никогда нельзя сказать заранее, что предпримет русский. Как правило, он мечется из одной крайности в другую. Его натура также необычна и сложна, как и сама эта огромная и непонятная страна. Русские очень непоследовательны. Сегодня они не проявляют никакого беспокойства об обеспечении своих флангов. А завтра мысль о том, что их флангам угрожает опасность, приводит их в ужас. Русский остается хорошим солдатом всюду и в любых условиях. В век атомного оружия все это может иметь очень большое значение. Одним из главных преимуществ России является ее способность выдержать огромные разрушения и кровопролитные бои, а также возможность предъявить необыкновенно тяжелые требования к населению и действующей армии. Проблема обеспечения войск продовольствием для русского командования имеет второстепенное значение, так как русским фактически не нужно централизованного армейского снабжения. Полевая кухня почти святыня в глазах солдат других армий. Для русских является всего лишь приятной неожиданностью, и они целыми днями и неделями могут обходиться без нее. Русский солдат вполне удовлетворяется пригоршней проса или риса, добавляя к ним то, что дает ему природа. Такая близость к природе объясняет способность русского солдата стать как бы частью земли, буквально раствориться в ней. В Красной Армии органам тыла не приходится беспокоиться об обеспечении войсковых частей обмундированием, палатками, одеялами и другими предметами, столь необходимыми для солдат армий Запада. Во время наступления они могут позволить себе забыть о снабжении войск даже продовольствием, так как войска находятся на подножном корму. Основная задача частей снабжения сводится к доставке горючего и боеприпасов. Но даже в этом случае для подвоза часто используются боевые машины. В русской моторизованной дивизии у солдата нет другого багажа, кроме того, который он имеет при себе. И он ухитряется передвигаться на автомашинах, взгромоздившись на ящики с боеприпасами или бочки с горючим. Этот недостаток автотранспортных средств приводит к важным последствиям тактического и психологического порядка. Поскольку количество автомашин в моторизованной дивизии у русских намного меньше, чем в соединениях западных армий, русская дивизия более мобильна. Такой дивизии легче управлять, ее проще маскировать и перевозить по железной дороге. Представляет интерес и психологическая сторона дела. Любой солдат армии Запада так или иначе связан с тыловыми службами. Они доставляют ему средства к существованию и обеспечивают некоторые удобства, чем скрашивают его тяжелую жизнь. Когда части здорово всыпят, уцелевшие солдаты обычно собираются у походных кухонь или в обозе, где они пытаются найти прибежище и утешение. Совсем другое положение в русской армии. У русского солдата кроме оружия ничего нет и тыл его ничем не привлекает. Не существует ни походных кухонь, ни вещевого обоза. Солдат русской армии непревзойденный мастер маскировки и самоокапывания, а также полевой фортификации. Он зарывается в землю с невероятной быстротой и также умело приспосабливается к местности, что его почти невозможно обнаружить. Русский солдат, умело окопавшийся и хорошо замаскированный, крепко держится за матушку землю и поэтому вдвойне опасен как противник. Часто даже долгое внимательное наблюдение оказывается безрезультатным. Позиции русских не удается обнаружить. Поэтому следует проявлять чрезвычайную осторожность, даже если известно, что местность свободна от противника. Индустриализация Советского Союза дала Красной Армии новую технику и большое число высококвалифицированных специалистов. Русские быстро научились использовать новые виды оружия и, как ни странно, показали себя способными вести боевые действия с применением сложной военной техники. Тщательно отобранные специалисты помогали рядовому составу овладеть современной боевой техникой. И надо сказать, что русские достигли серьезных успехов, особенно в войсках связи. Чем дольше затягивалась война, тем лучше работали русские связисты. Тем с большим искусством использовали они радиоперехват, создавали помехи и передавали ложные сообщения. До некоторой степени высокие боевые качества русских снижаются с их природной ленностью. Однако в ходе войны русские постоянно совершенствовались, а их высшие командиры и штабы получали много полезного, изучая опыт боевых действий своих войск и немецкой армии. Они научились быстро реагировать на всякие изменения обстановки, действовать энергично и решительно. Во многих случаях русские полагаются на свой врожденный инстинкт больше, чем на существующие тактические принципы. И следует признать, что инстинкт часто приносит им больше пользы, чем могла бы дать подготовка во многих академиях. На первый взгляд их действия могут показаться непонятными, но они часто полностью себя оправдывают. У русских была одна тактическая ошибка, которую они так и не смогли искоренить, несмотря на жестокие уроки. Я имею в виду их почти суеверные убеждения в важности овладевания возвышенностями. Они наступали на любую высоту и дрались за нее с огромным упорством, не придавая значения ее тактической ценности. Неоднократно случалось, что овладение такой высотой не диктовалось тактической необходимостью, но русские никогда не понимали этого и несли большие потери. Несмотря на огромный прогресс военной техники, русский пехотинец все еще остается одним из наиболее важных военных факторов в мире. Эта сила русского солдата объясняется его чрезвычайной близостью к природе. Для него просто не существует естественных препятствий. В непроходимом лесу, болотах и топях, в бездорожной степи, всюду он чувствует себя как дома. Он переправляется через широкие реки на самых элементарных подручных средствах. Он может повсюду проложить дороги. В несколько дней русские строят многокилометровые гати через непроходимые болота. Зимой колонны в 100 шеренг по 10 человек в каждой направляются в лес с глубоким снежным покровом. Через полчаса на смену этим людям приходят новые тысячи, и через несколько часов на местности, которая у нас на Западе считалась бы непроходимой, появляется протоптанная дорога. Неограниченное число солдат позволяет обеспечить переброску тяжелых орудий и другой боевой техники по любой местности без всяких транспортных средств. Кроме того, техническое оснащение русских войск отвечает их нуждам. Автомашины отличаются минимальным весом, а их габариты максимально уменьшены. Лошади в русской армии выносливы и не требуют большого ухода. Русским не нужно возить с собой тех огромных запасов, которые сковывают действия войск во всех западных армиях. Теперь я остановлюсь на русских танковых войсках, которые вступили в войну, располагая большим преимуществом. У них был танк Т-34, намного превосходивший любой тип немецких танков. Не следует недооценивать также и тяжелых танков Клим-Ворошилов, действовавших на фронте в 1942 году. Затем русские модернизировали танк Т-34 и, наконец, в 1944 году построили массивный танк Иосиф Сталин, который причинил много неприятностей нашим «Тиграм». Русские конструкторы танков хорошо знали свое дело. Они сосредоточили все внимание на главном – мощи танковой пушки, броневой защите и проходимости. Во время войны их система подвески была намного лучше, чем в немецких танках и в танках других западных армий. В 1941 и 1942 годах тактическое использование танков русскими не отличалось гибкостью, а подразделения танковых войск были разбросаны по всему огромному фронту. Летом 1942 года русское командование, учтя опыт проведенных боев, начало создавать целые механизированные корпуса. Успех бронетанковых войск русских связан с этой реорганизацией. К 1944 году они стали самым грозным наступательным оружием Второй мировой войны. Многие, смотревшие это видео, часами увлеченно воевали в онлайн-баталиях, в танки, корабли, самолеты. Но реальная война – это, мягко говоря, совсем другое. Как вы думаете, смогло ли бы наше поколение проявить подобные качества? Или уже сейчас мы проявляем другие, не менее полезные навыки? Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал и ставьте уведомления, чтобы не пропустить новых крамольных видео.